Командование дивизиона моего относилось ко мне в последнее время нагнетающе. Потому что люди, которые пришли в армию и считают, что они не должны сражаться, для них это было как-то иначе. Хотя сами сидели в бункерах в это время. Каждый день нам проводилось информирование, но фразы были общие. Мы типа все побеждаем все время, мы везде ведем победоносную защиту и так далее. Что нигде не продвигаются. Я считаю, что эту войну можно было избежать, если бы были приняты правильные решения у правительства вообще полностью. Потому что я вообще не понимаю, кто принимал решение всех согнать в Мариуполь, все военные. Зачем это было сделано? Чтобы урод уничтожить, просто получается, ввести прям в городе боевые действия. Батальон Азов пару раз приезжали на этот... Я их пару раз видел, они приезжали к нам на Ильича завод. Приезжали, забирали людей на позиции и уезжали вместе с этими людьми. Выбирали, ну и они просто перефактом, я так понимаю, ставили командование наше. Забирали людей и уезжали. Азов мародерил, убивал мирных граждан, забирал машины, убивал военных, танкистов как минимум точно, я знаю. Решение складывать оружие я принял месяц назад, когда понял, что война... Ну, с самого начала, когда понял, что война это страшная вещь, и я не готов был к этому всему. Когда я добровольно сложил оружие, со мной нормально относились, меня не били, вот, меня накормили, на пить давали, как бы, со мной обходились нормально. Вот, так что, ребята с 36-й бригады, если вы захотите сдать оружие, то вас не убьют, не переживайте. Продолжение следует...